Перед проведением ремонта дома любой житель желает, чтобы работы были выполнены качественно. Вот только цена вопроса может показаться завышенной. Если договориться о скидке, можно потерять в качестве. Как добиться, чтобы ремонт провели и качественно, и недорого? И возможно ли такое сочетание? Будем сегодня разбираться. Добрый вечер, это программа «Качаем права». Представляю наших гостей и экспертов. Галина Викторовна Андреева, председатель совета дома, которому требуется капитальный ремонт. Елена Юрьевна Халиулина, технический директор управляющей компании. Игорь Владимирович Попов, директор электромонтажной компании. Приглашен в качестве эксперта по этим видам работ. И наш постоянный эксперт, и мой соведущий, Григорий Аковлевич Цехер, адвокат. Всем добрый вечер. Добрый вечер. У нас в студии присутствуют еще гости. Я представлю их по ходу нашего разговора. Кстати, присоединяйтесь к нему на сайте ихбург.тв, звоните в скайп и по телефону прямого эфира 376-45-88. Итак, сегодня у нас в студии, вот я уже сказал, председатель дома и члены совета дома, в котором требуется ремонт. В частности, необходимо поменять систему электроснабжения. Проведение этих работ приняли решением общего собрания собственников еще в феврале, но ремонт не начался до сих пор. Галина Викторовна, зачем же дело стало? А дело стало за тем, что управляющая компания не согласна с выбором подрядчика, нашего подрядчика, которого мы нашли, для проведения вот этого капитального ремонта. Так, подождите. Вот вы сказали, что вашего. А вот давайте по порядку все-таки. Вы провели общее собрание. И что вот дальше? Как вы известили управляющую компанию, что необходимы такие работы? Что было дальше? Нами было проведено собрание 15 апреля, составлен протокол собрания. И на этом собрании жильцы дома... Выбор, значит, жильцы дома... Ну, не волнуйтесь. Постановили выбрать подрядчика для проведения монтажно-эклинических работ, ознакомить жильцо с предварительно проведенной работой и представить сметы, обязать управляющую компанию заключить договор с выбранным подрядчиком. Размещение денежных средств, оплачиваемых собственниками МКД по статье капремонт на спецсчете управляющей компанией. Так, одну минутку. А, значит, вот почему возникло такое решение собрания? Вот что, управляющая компания не своего подрядчика? Почему вы решили своего-то вот? Нет. Компания нам подрядчика такого назначила. Так. Ну, а что вас не устроило? А нас не устроил его сметный расчет, который он нам предоставил. А таким отправным пунктом было его, ну, как бы сказать, не совсем... Ну, не то, что нежелание. Он не пришел в дом наш, не посмотрел состав... Состав работ, который нужно провести. Угу. Значит, ну, вот давайте кто-нибудь из членов Совета. Ну, вот Юрий Сергеевич, это вот еще у нас присутствует в гости член Совета дома. Вы сидите, пожалуйста, да? Значит, вот поясните, чем вас не устроил... Почему вы решили, значит... Чем вас, вернее, не устроил подрядчик управляющей компании? Управляющая компания нам предоставила подрядчика Струнина... Микрофон повыше чуть-чуть. Значит, управляющая компания нам предоставила подрядчика Струнина, то есть своего подрядчика. Подрядчик выдал смету на проведение работ. Когда мы со Струниным встретились, стали рассматривать смету, смета была на 600 тысяч, ну, где-то около 600 тысяч, но там были такие работы, как копания, траншеи вокруг дома и много других. Он прямо тут же при мне, ах, это сметчицца ошиблась, то есть мы тут поправим. Это кто сказал? Это Струнин. Это, ну, кто он? Это подрядчик, это подрядчик управляющей компании. Я говорю, хорошо, поправляйте. Я, значит, пришел, говорю, Галина Викторовна, давайте проведем конкурс. То есть нам была смета предоставлена без подтверждающих документов. Просто была смета и все. Мы провели конкурс среди подрядчиков. Значит, и по рекомендации были подрядчики, не то, что просто там вот с улицы мы взяли кого-то, там неизвестно. Были предоставлены нам подтверждающие все документы. То есть, если, допустим, стоит светодиодная лампа столько-то, она была занесена в смету тоже столько же. Если датчик движения, он стоит столько же, он столько же был занесен в смету. Да. И плюс еще мы прошли с подрядчиками полностью весь дом. Так. Все осмотрели. Все осмотрели. То техническое задание, которое было предоставлено управляющей компанией и товарищем Струниным, согласно этого технического задания, мы прошли полностью все по дому. И еще добавили то, что там не было. Да. Объем работы увеличился? Объем работы, да. Не увеличился, а стал около 400 тысяч рублей. Общая сумма работы составила? Да, около 400 тысяч рублей. Около 400 тысяч рублей. Хорошо. Но, еще одну секундочку я хочу добавить то, что были четыре у нас подрядчика, по-моему, четыре, да, Галина Викторовна? Четыре. Вот. И они не знали друг о друге. Так. То есть независимо друг о друга, они не знали ни суммы, ничего, они все нам предоставили примерно около 400 тысяч рублей. То есть управляющая компания нам дает смету на 600 тысяч рублей, Струнин с удивлением говорит, а, это тут сметчится ошиблась. Вы понимаете, да? То есть у нас возникают нехорошие мысли. Куда эти 200 тысяч рублей, а деньги наши дома? Хорошо. Ну, у нас вот здесь как раз присутствует технический директор управления компанией, Елена Юрьевна. Ну, вот как-то поясните, вот из-за чего здесь возникнет разногласие? Ну, по поводу сметы. Значит, сметы составлены грамотными сметчиками, проверяются. У нас работает тоже сметчик, у которого имеется сертификат для того, чтобы все это проверять. И то, что было составлено подрядной организацией, которую мы определили на этот дом, смета была составлена правильно. Единственное, что, возможно, были какие-то объемы, какие-то не учтены, какие-то, может быть, были сделаны ориентировочно. Сметный расчет, он и составляется ориентировочно. Поэтому говорить о том, что наша смета, все там неграмотно и все неправильно, я, к сожалению, вот сейчас не могу с вами согласиться. Это первый момент. Второй момент. Вы с этими замечаниями, вот траншеи и все остальное, вы приходили, но как-то я вот не видела такого момента, что вы меня спрашивали, для чего траншея. Во-первых, это делается специально для того, чтобы обезопасить вас, называется контур заземления. И специалист, наверное, сейчас подтвердит этот момент, и он именно делается так, что там для того, чтобы сделать этот контур заземления, необходимы некоторые земляные работы. Поэтому относительно сметы, мы, пожалуйста, можем ее отдать на экспертизу, точно так же, как и смету вашей подрядной организации. Теперь по смете вашей подрядной организации мы сделали замечание, выдали подрядчику замечание. Некоторые работы не учтены, применены неправильные коэффициенты. И у меня сложилось мнение и у моего сметчика, что эта организация работала на новом строительстве, а это не совсем тот профиль, который требуется для капремонта. Поэтому мы сделали такой вывод, что выбранная вами организация не совсем подходит для выполнения данного вида работ, о чем мы вам и сказали. Я вот вижу, по-моему, наше письмо лежит. Согласны, да? Понятно. Хорошо. Ну вот давайте действительно послушаем Игоря Владимировича в качестве эксперта. Ну давайте, коллеги, у меня вопрос сразу есть. Дефектная ведомость, которая была составлена при обходе дома на порядок выявления дефектов для осмечивания, то есть эта дефектная ведомость была у всех подрядчиков, которые шли на выбор, на тендер? Да. То есть одинаково. То есть в какой программе составлялась смета? Было в калькуляции грант-смете? Все было грант-смете. Все было грант-смете. Что касается контура заземления, вещь, это, как правило, проектируемая. То есть изначально нужно вызвать ретро-лабораторию, которая должна замерить удельное сопротивление грунта. И, исходя из этого, да, усмотреть, допустим, сколько требуется вертикальных заземлений, горизонтальных заземлителей, глубина заложения и все эти вещи прорисовать в проекте. И, исходя из этого, можно сказать, траншею копать или не копать. Я думаю, что ответил на вопрос. И вот я хочу добавить, дело в том, что все вот эти четыре компании, которые проходили, они все, ну, то, что вы сказали, они нам это тоже самое объяснили, но сказали, что можно провести этот контур не только снаружи дома, но можно еще по подвальному помещению провести, можно просто проводами провести, забив штыри. Это исключено. Во-первых, нужно смотреть, куда вы к штыри забиваете, вы можете коммуникации совершенно. Нет. Либо, естественно, вредит. Ну, нам никто не давал никаких документаций. Место разболожения, глубина заложения утверждается в проекте. Правильно. Но мы когда просили по дому какие-то документы, нам всегда все отказывали. Находили тысячу и одну причину. Вот в этот раз мы пришли и попросили дефектную ведомость или и смету, ту первоначальную смету, которую нам давали. Ну, вы знаете, я сейчас хочу все-таки выступить немножко в защиту управляющей компании. То есть, вообще, управляющая компания – это эксплуатирующая организация. То есть, смотрите, вы сейчас, допустим, согласились, и она согласилась с управляющей компанией, что ваш подрядчик, которого вы выбрали, будет работать. То есть, кто будет принимать акты открытой работы, кто будет подписывать? Кто будет вводить в эксплуатацию все это хозяйство? Смонтировали, подписали, хорошо. На чьи плечи ложится дальнейшая эксплуатация? Получается, управляющая компания на себя берет, опять же-таки, определенные риски. Винственная ответственность, да. О чем я и вам на последней встрече, о чем я и говорю? Начнет погорать в каждом участке, в каждой квартире. Они будут просто замаяться, бегать? Нет, дело в чем. Дело в том, что, проводя всевозможные ремонтно-строительные работы, даже в какой-то любой организации, то есть, выполняет организация ремонтно-строительные работы, подписывается акт, и тот же самый акт будет подписан по заземляющему контуру, по уравниванию этого потенциала, дается там гарантийные какие-то сроки, после гарантийных сроков управляющая компания принимает на себя. Она же, когда будет принимать, она же подпишет так, то есть, проверит все. Я думаю, что это уже поле юристов. Хорошо, понятно. Ну, Елена Юрьевна, я так понял, что у вас вот смета подрядчика, которая нашла жителей, вот она не устроила, вы нашли какие-то ошибки, и почему вы не приняли? Мы не говорим, что категорично вот мы никого не возьмем. Мы говорим о том, что хорошо, мы рассмотрим все предложения. Но, к сожалению, которые предложения нам поступают, очень часто бывают и неграмотные сметы, и предлагают работы, которые не надо сделать, делать, или наоборот же, опять же, мы же вот вам говорили по вашему подрядчику, отсутствуют демонтажные работы. Говорили такое замечание? Говорили. И из этого мы и делаем уже какие-то выводы. Мы берем на себя ответственность. Потом, кроме того, что мы должны подписать все акты, мы нам потом еще и эксплуатировать эту систему электроснабжения. Вот это наша позиция, которая и основывается на том, что в дальнейшем мы будем с этим делать. Угу. Галина Васильевна, у вас что-то хотите добавить, да? Да, я бы хотела не добавить. Значит, извините, я еще один член Совета Дома, Галина Васильевна Кузнецова. Пожалуйста. Я бы хотела сказать вот в плане оппозиции компании. Мне вот показалось непонятным. Мы достаточно длительное время ходили даже к различным руководителям. Они уже успели поменяться, пока мы ходим. Каждый раз нам говорили, что да, давайте рассмотрим, давайте соберемся. То есть, повторялось это трижды. Причем третий раз это было при прокуроре и при администрации района. Это просто, я даже там высказала, что, ну, похоже, у нас доживю какое-то. Товарищ Мойсенко, руководитель управляющей компании, заявлял нам уже второй раз, что да, все, будем работать. Буквально завтра мы пригласим вашего подрядчика, мы пригласим вас, и все вместе будем обсуждать договор. Прошло два месяца. Ни звонков, кстати сказать, в подрядную, в компанию подрядчиков тоже звонков не было. Ну, по крайней мере, три недели назад их еще не было. Не знаю, может быть, в последнее время были какие-то переговоры. Вот это я хотела добавить, вот эта позиция компании мне очень не понравилась. Можно я спросить? Да, подрядчика мы приглашали после этого приема генерального директора, как и было дано задание, значит, при представителе прокуратуры и администрации района и города. Представитель подрядчика, к сожалению, не директор компании, а представитель этой организации. Пришел, мы высказали все свои условия, на которых мы готовы работать с этой подрядной организацией. Он все это спокойно, да, все сложил, сказал, хорошо, я донесу до руководства и ушел спокойненько. После этого мы ждали реакцию руководства этой компании. Не дождались, позвонили. Руководство было не в курсе. Этот товарищ, который забрал все наши предложения, он их даже не поставил в известность. Но потом, позже, когда все-таки эти предложения были озвучены уже непосредственно нами, директору, условием, наверное, все-таки основным, то, что начать работы без аванса, потому что, не зная организации, мы, к сожалению, не можем нести такую ответственность. И 30% это внушительная сумма от суммы, даже той, которая была предложена, я не смогу погостить своими деньгами, если этот подрядчик не приступит к работе. На этих условиях он отказался работать. Ну, вот, Григорь Леонидович, мы выслушали обе стороны, выслушали эксперта. Пожалуйста, теперь вы... Ну, давайте. Извините, значит, дело в том, чтобы отказать этой компании, самый наипростейший способ, это не заплатить аванс и сказать, делайте, ребята, со свой счет, а мы потом посмотрим, платить вам или не платить. Понимаете, то есть это все идет вот так. Мы четыре компании, вот таким же образом они нам все четыре компании зарубили. То есть отказывали людям, все, да, с ними разговаривают, беседуют, но платить мы вам не будем. Они не идиоты же, извините меня, чтобы бесплатно работать. Понятно. То есть это, ну, сейчас, это была самая большая компания, да? Да, то есть в правительственном плане всячески делают, хотя даже бюджет хотя бы 30% предоплаты делает. Да, не всегда. То есть они не хотят платить, и потому и получают, то есть вологитель. Амбиции какие-то там у них... Потом очень странно, что я переведу договоры. Юра, поехали дальше. Давайте будем двигаться. Григорий Яковлевич, пожалуйста. Ну, вот, что мне стало понятно из тех сообщений, которые вы сделали. Правовые аспекты всего этого дела. У вас действует договор управления, да? Да, конечно. Действует. В силу части 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, разумность и добросовестность участников гражданского оборота предполагаются, пока иное не будет доказано судом. Из этого мы делаем вывод, что у вас разумная, добропорядочная управляющая компания, добросовестная компания, поскольку иное не установлено судом, да? Дальше. Вы ведь не отказываетесь от услуг управляющей компании, правда? Ну, а почему вы этого не делаете? Понимаете, это как брак. Это как брак. То есть ты моя жена, но я хочу ходить к другой спать. Да. Ты меня не устраиваешь по каким-то там этим, и мы брак с тобой для видимости, для соседей сохраняем, но спать я буду ходить в другую квартиру. Вот вы себя ведете примерно так же. То есть не расторгнув брак с управляющей компанией, а брак это договор, да? Аналогия вполне, вполне уместная. То есть не расторгая этот договор, видимо, понимая полезность этого договора, видимо, понимая страх остаться без этого договора один на один со всеми этими проблемами, а многие дома уже знают разницу между управляющей компанией и ТСЖ. Управляющую компанию можно плющить, а свое ТСЖ уже не поплющишь. Там некого плющить, потому что ты плющишь сам себя. Вот. Некого. Ты остаешься один на один со всеми этими проблемами. Поэтому, если у вас возник спор между общим собранием, как высшим органом управления, общим имуществом вашего дома и управляющей компанией, вот, органом таким является общее собрание, которое поручает кому-то из вас представлять интересы всех в судебном споре. Ну, сбегали бы в суд, выяснили, и у меня такое ощущение, что вы бы проиграли этот суд. Вот из того, что я сейчас слышу, и из того мнения, которое высказал сейчас специалист, у меня есть такое ощущение, что тут не так уж все неправильно. Почему? Потому что на самом деле, как нужно поступать? Вот управляющая компания выполнила работы. Кстати, я хотел бы уточнить, что все-таки под капитальным ремонтом понимается совокупность, совокупность работ по замене всех изношенных элементов дома. Это очень важно. Видите, наконец-то люди со мной соглашаются. Потому что когда я впервые год назад об этом сказал, все говорили, как, как? Вот так. Вот если производится замена всех изношенных элементов общего имущества дома в совокупности, во взаимосвязи, то тогда это капитальный ремонт. А это сейчас что осуществляется? Это осуществляется замена изношенного электрооборудования дома, а не капитальный ремонт. То есть слова капитальный ремонт здесь вообще-то неуместны. Итак, они выполняют работу. Вы, как потребитель, а я уже доказал, и никто теперь с этим не спорит, каждый из вас является потребителем. Раз. И солидарным потребителем. Два. Что значит солидарный? Вы имеете право предъявлять требования управляющей, без всякой управляющей компании, без проведения общих собраний. Один потребитель, как солидарный требователь, в праве предъявить требования управляющей компании, о несоответствии выполненных работ требованиям строительных норм и правил. Мнение эксперта, здесь нужно было налево, сделали направо, здесь нужно было три гвоздя, забили только два гвоздя, устраните выявленные недостатки в силу статьи 29 закона о защите прав потребителей. То есть вас должен интересовать результат содержания эксплуатации и ремонта общего имущества дома, пока вы в браке с этой управляющей компанией. Вот когда расторгнете этот брак и будете сами все делать, вот тогда проводите конкурсы. А сейчас управляющая компания должна конкурсы проводить, а не вы. Это ее закон наделил правом, но не обязанностью проводить вот эти вот конкурсы. Поэтому я бы помирился. Я бы после нашей сегодняшней передачи помирился и сделал бы так, чтобы управляющая компания служила, служила общему имуществу нашего дома, дворовому порядку, вывозу мусора и всего остального. Вот из того, что я услышал, Юра, у меня вот такое вот мнение. Может быть у вас есть вопросы? Да, у меня есть. Нет, одну минутку. Значит, давайте мы сейчас ненадолго прервемся. Мои коллеги опросили сегодня горожан, каким образом можно сэкономить на ремонте. Вот давайте посмотрим и послушаем, а потом вернемся к нашему разговору. Здравствуйте, я Настя. Как обычно мы собираем мнение утерки. Сделать ремонт в собственном подъезде можно с небольшими затратами для кошелька. Как именно это сделать, узнаем у наших горожан. Нужно какие-то подрядные организации искать, у которых услуги будут дешевле. А если они будут хуже по качеству? Хуже по качеству? Ну, тогда надо какую-то золотую середину выбирать. На себе экономию. Ну, лучше все держать под контролем, чтобы все видели, что происходит. Чтобы никто ничего не с кому унизил. А так, будешь ли видеть? Нет. На себе экономить нехорошо. Дешевые материалы и большую часть самим, конечно, делать. Потому что цены сейчас у нас баснослованы на все. Для пенсионеров это слишком дорогое удовольствие. Можно найти подешевле подрядчиков. Те, кто работают, по крайней мере, не по аукционам и котировкам, которые там заламывают цены, а просто обыкновенные работники, они намного дешевле делают. Если бы все дома сами за себя работали и обслуживали свои дома, так, наверное, было бы дешевле все, чем через ЖКХ все это делать. Конечно, можно сэкономить, наверное. Дешевле просто материал. Просто, может, деньги не туда уходят. Искать общих знакомых, кто как-то задействован в этой сфере. Может быть, какие-то скидки появятся. Ну, вот, мы... Немножко тут... Опрос был немножко о другом, да? Но, в принципе, это... Да, здесь не поставлено условие правильное. Как вы себя ведете в отношениях с управляющей компанией, а не вообще? А их спрашивали про вообще. А это разные вещи. Либо я в браке, либо я свободный. Что хочу, то и делаю. Хорошо. Есть разница. Юрий Сергеевич, пожалуйста, у вас был вопрос какой-то? Да. Дело в чем? Дело в том, что вот я с вами полностью согласен, то, что вы говорили, но за небольшой такой мелочью, когда управляющая компания тебе берет смету и говорит, а это не окончательный сметный расчет, там могут быть и дополнительные расчеты, понимаете? Дополнительные работы. Давайте быстро, я сразу отвечаю. Гражданский кодекс в строительном подряде предусматривает возможность возникновения необходимости проведения работ, о которых, когда составляли вот эту дефектную ведомость, как сказал эксперт, они не знали. Вот это вскрылось в процессе выполнения работ. В таких случаях подрядчик останавливает выполнение работ, заявляет своему заказчику о том, что появилась необходимость выполнения дополнительных работ, и тогда разрешается вопрос о проведении дополнительных работ. Что касается сметы, то в отношениях с потребителями она должна быть твердой сменой. И никакой иначе. Не забывайте, что перед вами множество потребителей на стороне большого заказчика. И вы должны всегда это помнить и знать, что с ними только твердая смета. А если в процессе выполнения работ появилась необходимость, то этот вопрос решается отдельно. Вот и все, ответ на ваш вопрос. Да, я это прекрасно знал, что бывают скрытые работы и могут быть дополнительные работы. Но почему-то управляющие компании... То есть вот все те компании... Не скрытые работы. Да, это разные вещи. Скрытые работы это те работы, на которые составляются акты выполнения скрытых работ, поскольку мы потом их не увидим. Вот их сейчас закроют, заштукатурят, и мы их больше не увидим. Вот это называется скрытые работы. Мы говорим о непредвиденных работах, непредусмотренных работах, выявившихся работах. Это разные вещи. И вот те подрядчики, которые были у нас, они согласны были делать за твердую сметку... Расторгайте брак и делайте с любыми подрядчиками. Пока вы в браке с управляющей компанией, вы не вправе лишать ее полномочий. Не вправе. Нельзя. Это неверно. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вы знаете такую поговорку на переправе, и к ней не меняются. То есть, в таком случае, что вы заключаете договор со своим подрядчиком, то есть, он начинает делать 400 тысяч выработал, запроцентовался, заактировался. Говорит, ребята, ну, оказалось, еще вот это, вот это надо сделать. И вы стоите перед дилеммой. Вроде уже отдали деньги, заактировался у вас, и нужно еще делать. И он начинает с вас понемножку вытягивать деньги. Простите, я продолжу свой образ. Я своей жене говорю, и так, дорогая, с завтрашнего дня обеды будет готовить Маша. Она это делает дешевле, лучше, вкуснее. Что скажет на это моя жена? Она скажет, а не пошел бы ты со своей Машей вместе? Аналогия и образ очень хороший на понимание. Вот у вас сейчас ровно это происходит. Вы предлагаете Маше приготовить вам обед. А управляющая компания? Вы недоверие? Меняйте, меняйте, возбуждайте процесс расторжения договора. А нельзя быть наполовину женатым и замужем. Нельзя быть наполовину в браке. Либо вы в браке, либо, то есть, в договоре. Либо вы в договоре, либо вы прекращаете этот договор, и вы вольные казаки, что хотите, то и делайте. Под свою ответственность, под свои последствия. И все, и на этом конец. Вы решите для себя, что вы бьетесь. Что вы заставляете чужих Маш варить обед для этого дома. Григорий, я хочу позволить вас прервать на этом. У меня вопрос вот к нашему уважаемому эксперту. Игорь Владимирович, скажите, вот я слышал такое, что вот эти конкурсы, когда являются среди подрядных организаций, побеждает тот, кто, значит, предлагает выполнить работы за меньшую сумму. Вот вам доводилось участвовать в конкурсах и побеждать их? Слава Богу, нет. Нет, я участвовал в конкурсах, которые, я знал, что я заранее, как говорится, сдам лучшую цену, потому что знал, какие у меня будут конкуренты. А в целом, я представляю, когда идет хороший, очень хороший заказ, то сидят половозрелые, как говорю, мужчины, потеют, ниже уровня цены падают. Выходит, он победил. Так, на что? На сигареты заработал? Ну, а как будет собираться зарплату платить? Материалы покупать? А, то есть все-таки вот... В Одессе говорят, мы не такие богатые люди, чтобы покупать дешевые подряды. Жадный платит дважды. Вторая пословица, вторая мудрость. Итак, мы не так богаты, чтобы покупать дешевые подряды. Раз, и при дешевых подрядах мы будем платить дважды. Или мы, или наши дети после нас. Потому что то, что должно было бы прослужить 20 лет, оно может прослужить только 5 лет. Вот, вот что может быть. Можно я отвечу? Было бы все... Кирилл Сергеевич, только коротко, у нас время истекает уже. Да, коротко, коротко. Если бы вы были в нашем подъезде и посмотрели бы, как нам выполнила управляющая компания ремонт подъезда. Почему не оспорили? Почему не оспорили и не заставили переделать? Переделывали. И снова так же сделали. Да, я не спорить и опять переделывал. И потому у нас и вопрос возник с этим струнением. Хорошо. Значит, давайте, время, наше время уже истекает. Коротко, коротко резюме сегодняшней нашей встречи. Значит, вот, ну, пожалуйста, представители Совета Дома, что вы вынесли из сегодняшнего? Можно я отвечу? Пожалуйста. Значит, я вынесла такое резюме. Ежели нам компания, управляющая, предоставит струненскую смету, пересмотренную, согласованную с нами, вот тогда мы еще согласны на их, на капитальный ремонт вот этой управляющей компании. Елена Юрьевна, ну да. А если нет, а если нет, продолжайте вашу мысль. А если нет, тогда что? Ну, а если нет, значит, будем предпринимать что-то другое. Что другое? Расторгать договор? Нет, расторгать договор не получится. Вы не хотите расторгать договор? Нет, это практически невозможно. Почему? Найти другую компанию нет. Это невозможно. То точно так же, как создать ТСЖ. То есть вы дорожите этим браком, да? Да, но... Григорий, извините, на дискуссии нет времени. Или... Ну, у меня, в принципе... Вам, в районе, что сказать. Григорий, я хочу, буквально пару слов. Итак, либо мы доверяем своей управляющей компании, но контролируем ее деятельность и принуждаем к устранению недостатков в порядке статьи 29-й закона о защите прав потребителей, либо мы прекращаем с ней отношения. Таких отношений не должно быть. Либо мы с тобой в отношениях, либо мы не в отношениях. Что за половинчатость такая? Это вообще унизительно для управляющей компании. Вот я сейчас, когда все услышал и осознал, о чем идет речь. Нет, давайте сами тогда плывите и все. Проводите конкурсы. Спасибо, спасибо, Григорий Яковлевич. Ну, на этом мы прощаемся. Это была программа «Качаем права». Обязательно еще увидимся. Всем спасибо за беседу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!